Добрый вечер! Добрый вечер! Ну, понятно, что главный повод сегодняшнего нашего разговора – это окончание второго этапа. Вот, дабы не вдаваясь в детали, хочется спросить, как настроение, как ощущение, успел ли отойти эмоционально, потому что человек производит жутко спокойное совершенно впечатление. На самом деле, я знаю, мне открыли тайну, что внутри там эмоции просто бьют через край. Так вот, о чемпионате мира, о рале Мексико. Да, конечно, я успел отойти, уже неделя прошла. Безусловно, этапы чемпионата мира – это достаточно тяжелый труд. Это со вторника по воскресенье подъем в 5.30 утра и работа до 7 вечера. Очень плотный график. Но, тем не менее, конечно, это только начало, поэтому еще я пока не успел там устать как-либо физически или морально. Поэтому, безусловно, с силами. Изначально планировали ехать первую гонку в Португалии в этом сезоне. А в последний момент немножко переиграли наши планы и поехали вместо Португалии в Мексику. Вот. А Италия, как она была второй гонкой для нас в этом сезоне, так и осталась. Вот просто, я думаю, путница из-за того, что мы изначально хотели Португалию. Не планировали, да? Португалию мы планировали, но мы просто переиграли. Мы вместо Португалии поехали в Рале Мексико. А лучше проверять себя и осваивать машину на грунтовой трассе? Потому что многие отскакивают от Мексики, не любят эту дорогу. Вы знаете, ну, честно говоря, во-первых, мы почему в Португалию не поехали, потому что у команды Ford не было свободных автомобилей на эту гонку. Плюс в Португалии я уже ездил, то есть у меня есть какой-то опыт. А Мексика это первый раз для нас, поэтому это тоже достаточно важно для нас, проехать первый раз, иметь синаграмму. Синаграмма, что мне штурман диктует. Но по поводу Мексики, то, что говорите, что она кому-то не нравится, мне на самом деле гонка очень понравилась. Она очень интересная была, очень образная. То есть там, на мой взгляд, были какие-то вот куски из чемпионата, из гонки, например, в Италии, в Новой Зеландии, в Греции. Все очень разнообразные. По ландшафту? Нет, я имею в виду по конфигурации. То есть где-то узкие, где-то широкие, где-то медленные, где-то быстрые, там отрицательные повороты через трамплин. Все очень интересные. Мне, по крайней мере, она очень понравилась. Я с удовольствием, если будет возможность, поеду ее в следующем году. Ну вот, возвращаясь к гонке, что произошло с пилотом Евгением Новиковым? Что за авария? Можно ли было ее избежать? Можно было ли рассчитывать на лучший результат? Безусловно, конечно. К сожалению, не тот результат мы показали в итоге, какой, по крайней мере, хотелось бы мне. Ошибка, безусловно, была моя. Был левый поворот через трамплин, достаточно быстрый, а за ним было два правых. Я вылетел из этого поворота левого через трамплин и повернул в первый правый, а мне нужен был второй. А лента была на нем очень далеко оттянутой, я ее не сразу увидел. Я повернул в первый правый, понял, что это не мой поворот, пытался уже увернуться, чтобы попасть во второй. Чуть-чуть не хватило буквально, мы практически остановились, была там скорость минимальная, может 5-10 км в час первая передача. Почему мы уткнулись в земляной бордюр, наверное, сантиметров 15. То есть это не жесткое было, это не камень, не скала, а просто земляной бордюр. Ну и, к сожалению, попали на одно из слабых мест автомобиля. Одно из слабых мест, это у него плохо защищен низ переда. То есть защита картера, и вот она достаточно плохо защищена. Мы, собственно говоря, там ничего не пробили. Сейчас в представительстве Форд поежились, понимаешь? Ну, я надеюсь. Они, в принципе, знают о своих недостатках, потому что машина новая. Вот, безусловно, у любого чего-то нового есть какие-то свои минусы, надо дорабатывать. На это нужно время, потому что в данном случае это особенно тяжело, из-за того, что каждая деталь должна иметь амалогацию. То есть это не просто там взял, разработал, поставил, но нужно, чтобы она прошла амалогацию. Вот, и они знают все, на самом деле, свои недочеты, они работают над этим. К роли детали они обещали справить это, то есть усилить перец, чтобы он был более надежный. Потому что они знают об этой проблеме, у них на тестах была такая же проблема. Когда машина приземляется на переднюю часть, так же, как у меня, да, деформируется радиатор немножко, и от этого резиновый патрубок, который надет на нем, он тоже чуть-чуть деформируется, и не слетает, но просто чуть-чуть отходит. Вытекает вся охлаждающая жидкость, и мотор перегревается. Вот у меня точно такое же произошло. То есть эти технические проблемы устранить было нереально на месте? К сожалению, нет. Мы за спецучасток даже, и нам пришлось остановиться на дорожной секции, на перегоне, из-за того, что пропало давление масла, и температура двигателя очень высокая была, порядка 152. Почему мы не смогли поехать по супер-рали третий день, ну, со штрафом, естественно, но тем не менее, потому что инженеры, которые смотрят компьютер, читают, они скажут, что все-таки достаточно много проехали на перегретом моторе. Вот. Поэтому, они говорят, нежелательно. То есть он может, условно говоря, проехать 100 метров, и потом, как бы, он встанет. Вот. Поэтому, ну, вот приняли такое решение, к сожалению, не ехать, ну, в крайний день гонки, в воскресенье. Дорогие друзья, мы сегодня разговариваем с Евгением Новиковым, самым молодым пилотом мирового пенсии по ралли, и, в общем говоря, самым молодым, наверное, российским пилотом, достигший такого уровня. 20 лет тебе, Женя, да? 20 лет, 20 с половиной. Девушки сейчас активизируются. СМС-сообщения приходят, я начну читать, мы будем отвлекаться на телефонные звонки. СМС-сообщения. Женя, скажите, пожалуйста, сколько этапов 2011 года планируется у вас, ну, я так понимаю, к участию? Мы поедем точно 6 этапов. Московская область. Мы поедем точно 6 этапов. Первый мы уже проехали, ралли Мексико. Второй будет Италия, третий будет Греция, за ним будет Финляндия, Испания и Великобритания. Это вот, что... Что сейчас стоит в планах. Что в планах, точно. Еще у нас, в принципе, в планах есть две гонки, это Германия и Франция. Мы тоже будем стараться туда попасть, но 100% я пока не могу сказать по поводу этих двух гонок. Но 6 гонок, поедем точно. Вот, сейчас я скажу, Самарская область. Каким образом Евгению удалось достичь таких результатов практически с листа, не зная машины? Ну, вот подкованный, в общем, телезритель. Для тех, кто не знает, кто не знает информации, машину до этапа ты не видел вообще? Вообще не видел. Первый раз я поехал, вот сел за руль. Это шейкдаун. Шейкдаун, это у нас считается официальная тренировка. За один день до гонки она проводится. Первый раз сел на шейкдауне, действительно, это вот автомобиль был абсолютно нов для меня. По поводу результата в Мексике, ну, наверное, я опять же буду ссылаться на картинг. Потому что, на самом деле, очень-очень много мне давал картинг в свое время. В 8 лет тебе было, когда ты первый раз сел за руль картинга, я правильно понимаю? 9, если быть точным. В 8 я сел там... Сейчас мы все про тебя расскажем. Глядишь, после эфира будут предложения. Руки и сердце. В 8 я сел баги. Ну, это детское такое у нас больше, наверное, как хобби. Но, тем не менее, все-таки, как бы это тоже там гоночное средство. А в картинг я сел 10 лет. И, на самом деле, мне очень помогает картинг. То есть, вот так вот не глядя, не зная машины, сел и поехал. И все, что нужно осваивать, осваивается уже по дороге. Ну, можно, наверное, и так отчасти сказать, да. Плюс, конечно же, я в 2009 ездил на машине в РС. То есть, я примерно понимаю, какая скорость. Ну, и плюс, конечно, у меня огромное желание. А когда есть огромное желание к чему-либо, то, мне кажется, как бы тоже как-то легче что-то получается. Ну, вот ты говоришь про 2009 год. Ну, тогда давай просто, исходя из реалий сегодняшнего дня, говорить о том, что новый технический регламент. И если вот перед тем, как ты уехал на гонку, мы делали с тобой интервью, и ты говорил, что, в принципе, это уравнивает силы противников, соперников. Потому что нет активного дифференциала, ни 2 литра, ни 1,6, нет подруглевых лепестков. Надо дергать за кочергу, и тут уже все в одинаковых условиях. Тогда это была теория. Вот после того, как ты проехал участок, проехал этап, что ты можешь сказать по поводу нового технического регламента и, собственно говоря, машин? Ну, на самом деле, машины очень интересные. Наверное, всех интересует, быстрее ли они или медленнее, то есть скорость. Это, наверное, самый первый вопрос. Да, как они по сравнению с предыдущей мощностью. Мотор, конечно, чуть-чуть похуже, но машина управляется чуть лучше. Поэтому, я думаю, по скорости они примерно одинаковые приблизительно едут. По поводу основных изменений в новой машине. У нее она управляется чуть более лучше. Она более отзывчива на руль, более, так сказать, вертлява. Я думаю, эта машина особенно правит себя на асфальте, потому что на асфальте очень важно. Самый большой накал страстей, борьба, ну, такая, если со стороны зрителей на это смотреть, будет именно на асфальтовых участках? Нет, я не это имею в виду. Я думаю, гравий, безусловно. Я имею в виду, на асфальте машина будет намного лучше ехать, нежели предыдущая машина, которая была до 2011 года. Я в этом смысле имею в виду. По отличиям она более острая на руль, более отзывчивая. Чуть-чуть, может быть, похуже по мотору, чем вот предыдущие были машины в RC. И, конечно же, большая разница в коробке. В коробке, если раньше были лепестки, которые переключались там мизинцем, и у них там ход был минимален, то сейчас это рычаг длинный. И там уже надо действительно... Как был, да. Ну, во-первых, усилие нужно прикладывать, чтобы переключиться. Она достаточно жесткое переключение. И хода, конечно, не самые маленькие. То есть от себя это передача вниз, на себя вверх. Ну, вот как обычно. Но, тем не менее, достаточно жесткий вот рычаг. Поэтому вот я, наверное, отмечу, как итог, два основных отличия от предыдущих. Это машина более отзывчивая на руль. По управлению может быть чуть лучше. И коробка передач. У нее другая, она более жесткая. Это не лепестки, а вот рычаг. Читинская область когда-то, Евгения, ждать победных результатов. Ну, я думаю, что скоро. Я думаю, что мы про это поговорим. Что о соперниках? Ну, об именитых соперниках, в первую очередь. Можно сказать, потому что столкнуться пришлось на трассе. В хорошем смысле слова столкнуться. Я вот про Себастьяна Ажье хочу сказать, спросить. Потому что его лидерство на ралли Мексика, вот меня лично, наводит на мысль, что человек намерен очень серьезно с Лёбом бороться. Очень-очень серьезно. Мое субъективное мнение, что у Ажье, наверное, наиболее на сегодня талантливый и перспективный гонщик. Он очень быстро по скорости. Но у него, конечно же, нет такого опыта, как... Опять же, мое мнение, это субъективно нет такого опыта, как у Лоеба и у других гонщиков заводских команд. Там Херованина, скажем, Латвула. Опыт, как бы, он обязательно нужен, и без него очень трудно. Потому что, что такое опыт тролли? Это, по сути, если я простым языком говорю, это знание трассы. То есть, это стенограмма и знание трассы. Просто даже от визуальных каких-то поворотов, опасных мест и так далее. Вот, безусловно, там Лоеб, Херованина, Латвула, они проехали, там, условно говоря, пять раз. Тоже Али Мексика. А Ажье, например, два-три раза. Поэтому Ажье действительно очень быстро, я думаю, он сможет побороться за титул чемпиона мира. Я вот, наверное... А в каком быстро едет, по ощущениям? Я отмечу, наверное, что на сегодняшний день это наиболее быстрый и, ну, как я уже говорил, наиболее перспективный пилот. А, кстати, что с его машиной-то случилось во время ралли? Знаете, я точно не знаю. Потому что мы в разных командах. Он, Ситроен и Афорди. Плюс там, конечно, все расстроены, они очень разговорчивые. А там слухами после гонки народ не делится? Ну, конечно... Продолжение следует...